Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Почему именно Lexus? Ну, потому что мы долго искали, смотрели, думали, что бы взять Очевидный выбор был, это Toyota или Lexus Изначально мы даже, в принципе, не рассматривали Lexus Смотрели Toyota RAV-чики там всякие и так далее Но потом вот попался как-то на глаза Lexus один белый, белого цвета Посмотрели, нам понравилось, посидели, все-таки класс другой, совсем выше И по деньгам как бы немножко сходилось, могли себе позволить И начали уже потом искать Lexus И попался на глаза вот этот дисциплиарчик В принципе, я бы не сказал, что он в идеале Там косяков достаточно Сейчас я расскажу про все его косяки Конкретно этой машины Не буду рассказывать, что там, трехлитровый двигатель В принципе, роликов про эту машину в интернете Пал, можете найти, посмотреть Расскажу конкретно про этот автомобиль, который я приобрел С самого начала Кстати, купил я его за 2 миллиона тенге По вложениям за 3 месяца Вложено было это, заменен бачок расширительный Потому что он тек, снизу была дырка Это 5 тысяч тенге Дальше, радиатор охлаждения основной Тоже тек, была дырка Это 19 тысяч тенге Плюс, как вы уже видели, проблемы были со спидометром Правда, они чуть попозже начались Но это тоже было решено 5 тысяч тенге Ой, извиняюсь, 7 тысяч тенге мы отдали за датчик Ну, заменили его, вроде все нормально Термостат, тоже 5 тысяч тенге И катушка зажигания, тоже 5 тысяч тенге В общем, в принципе, по кузову Таких, прям, явных косяков здесь нету Вот, ну, есть, конечно, подзывки И без этого, как бы машина 99-го года Сейчас целых машин, в принципе, тяжело очень найти Либо они очень хорошо сделаны, либо не в прочном состоянии Вот, там уже как найдете По технической части, во двигателе, ну, ничего плохого не могу сказать Машина вроде бы идеальна Двигатель работает, коробка тоже не пинается Ничего Кстати, по вложениям масла в коробке еще менялый фильтр Теперь поговорим о том, что еще нужно вложить под машину Вот, ну, тут немножко подконченная ходовочка Нужно будет заменить нижние рычаги В принципе, можно и сайлендлоки заменить Но, китайские я ставить не хочу Поэтому, сделаем так Да, возьму сразу два рычага И поменяем Там, как бы, родные будут стоять Японские сайлендлоки Я думаю, их надолго платят Ну, надольше, чем я поставил сюда китайские Цена на них 10 тысяч за одну сторону То есть, 20 тысяч А уже можно сказать, что я сюда вложил Нужно будет поехать, забрать По двигателю могу, в принципе, показать, что Двигатель здесь вениный Контрактный Вот, собственно, видим здесь этот номер Контрактный То есть, движок здесь смененный Не знаю, по какой причине его поменяли Как бы, мне не очень было интересно Но, как бы, новый стоит и все, контрактный А что было с прошлым движком Мне, в принципе, не интересно Так, в принципе, все чисто Нигде масло не бежит Все нормально Меня устроило это все Вот И поэтому я выбрал эту машину В принципе, машина неплохая Единственное, по расходу топлива Конечно, она поджирает Литров, думаю, 16-17 она кушает А зимой С прогревами эта цифра, конечно Увеличится Вот Ну, на машине, конечно, не повалишь Булком Потому что, хоть она не трехлитровая Но все-таки Тяжеловато Две тонны Слишни Ну, в принципе, все Про эту машину особо Больше рассказывать нечего О ней просто нужно ездить Как бы, тут еще немножко обложимся Я еще сниму видео, как мы будем снимать Ставить новые рычаги Потом в салоне немножко поснимаем Что мы будем делать Почистим дроссельную заслонку Свечки поменяем Ну, то есть, такое вот Планово сделаем Это все я сниму Выложим на канале Посмотрите Может, кому-то будет интересно Теперь вообще поговорим О дальнейшей планы нашего канала Что мы планируем вообще сделать На этой неделе Должен подъехать Тойота Прадо У которого мы полностью будем переделать ходовку То есть, она в убитом состоянии приедет Вот Там ездит женщина Мы уже с ней договорились Она на крыле Мы полностью будем перебирать Ходовую часть этого автомобиля Также есть планы Поснимать несколько обзоров На некоторые автомобили Это будет сюрпризом Ну, как бы Будет немножко весело Там Добавим юмора немножко в это И Еще должен подъехать Chevrolet Camaro Это тоже будет интересно Как бы машина Ну, не сказать, что бы такая популярная Можно сказать, даже редкая Вот Тоже будем ее ремонтировать В общем, планов пока Не знаю, что там будем ремонтировать Как бы владелец должен приехать Сказать план работы Там уже откуда будет плясать Ну, вот как бы все Думаю, вам будет интересно Мы будем вас радовать новыми видосами Так что подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Пока Субтитры сделал DimaTorzok